И как говорили великие умы, политические проблемы неразрешимы, а экономические непостижимы. К примеру, в январе-мая нынешнего года страховщики ОСАГО увеличили сборы на 41% до 74 миллиардов 320 миллионов рублей. Об этом заявил Российский союз автостраховщиков. При этом число заключенных договоров практически не изменилось и составило 15,8 миллиона. Охват населения существенно не изменился, рост автопарка также сейчас не наблюдается, поэтому увеличение премий почти полностью связано с повышением тарифов. Страховщики утверждают, что работа с ОСАГО стала комфортнее, а вот граждане утверждают обратное. Людей, потерявших в течение последних двух-трех месяцев работу, лично знает примерно треть россиян. Проведенный экспертами в ЦОМ опрос показал, что у 21% респондентов работы лишилось по 2-3 человека среди близких и знакомых, у 9% четверо и более. Чаще подобные случаи отмечаются в кругу людей с высшим образованием, реже среди знакомых малообразованных. При этом большинство россиян по-прежнему уверено в том, что им лично безработица не грозит. По официальным данным, безработица в стране составляет 5,8% от экономически активного населения. Увы, на официальные данные зачастую попадают... Да никуда они не попадают. Провокация Общества защиты прав потребителей не удалась. Россияне по-прежнему едут в Крым на отдых. Напомню, что недавно Общество защиты прав потребителей разместило на своем сайте памятку, в которой объявила Крым оккупированной территорией и призвала туристов спрашивать разрешение на посещение российской территории у властей Украины. Теперь в отношении организации Генпрокуратуры России намерено возбудить уголовное дело о публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Хорошая была попытка и ответ прокуратуры логичный. Ждем заявлений о репрессиях. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно. Индекс ММВБ в незначительном плюсе на отметке 1672 пункта. Среди лидеров РОСТа – Преф и Мечела и Татнефти, обыкновенные акции ТМК, МВД, Московской биржи, НЛМК и Акрона. Аутсайдеры – Полюс золота, ГМК Норильский никель, Алроса и Сургутнефтегаз. К открытию торгов в России сложился умеренно позитивный внешний фон. Внимание ведущих мировых рынков по-прежнему сосредоточено на переговорах Греции и кредиторов. Торги на европейских и американских площадках завершились с повышением. Курс доллара на 23 июня – 54,20 рубля. Курс евро – 61,05 рубля. Золото стоит 2062 рубля за грамм. Серебро стоит 27,82 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 63,36 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.